всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра сегодняшнем видео я буду отвечать на ваши вопросы вопросы я как обычно просила вас задать в инстаграм у себя несколько дней назад и вопросов у меня поступило аж 104 в общем вопросы достаточно интересные просила я вас задать мне вопрос на абсолютно любую интересующую вас тему не стесняться и вопросы я не то что не смотрела я прошлась по некоторым вопросам мне они показались интересными поэтому сегодня поболтаем с вами на эту тему и хочу вам сказать что если я буду запинаться мне будет заплетаться язык я заранее прошу прощения просто я за прошлую неделю очень сильно измоталась у меня муж был командировки я была с лёвчиком одна пару раз приезжала правда мама помогала но все-таки мне было очень тяжело я не высыпалась и поэтому сейчас у меня вот знаете все это навалилось сказывается усталость но опять-таки канал если забрасывать тоже не хочу поэтому стараюсь выкладывать видео достаточно регулярно поэтому обещала вам видео вопрос-ответ выполняю свои обещания и самой как я уже говорила мне нравится с вами поболтать также смотрите я взяла с собой вот такой вот тоник многие блогеры когда начинают сразу предупрежду предупредю хочу вас предупредить о том что видео скорее всего получится длинным и многие блогеры в таком случае всегда говорят вы знаете вы приготовьте чашечку какао чашечку кофе чашечку чего-нибудь вкусненького возьмите какие-нибудь вкусненькие чипсики снеки бутерброды не знаю здоровую пищу я кстати раньше не понимала зачем это а потом я поняла что действительно это круто если длинное видео то можно как кино знаете смотреть и что-нибудь прикуску есть если конечно человек не сидит на диете я очень сегодня купила себе вот такую чашечку и кстати если вы будете слышать лёвчика на фоне то не волнуйтесь он у меня не лежит там беспризорный и без присмотра за ним присматривает муж попросила на момент съемки видео мужа посмотреть за лёвчиком в общем купила кружек и так как я вообще маньяк кружек вы наверняка знаете у меня дома кружек уже просто завались я каждый раз когда вижу какую-нибудь милую кружку хочу ее себе купить часто конечно уже себя про камью не покупаю но сегодня я держалась купила и думала что буду пить знаете из кружки потому что это такая вот осенняя приятная теплая атмосфера с розовыми подушечками с розовой кружечкой но в итоге я поняла что если я буду пить из кружки я могу просто все тубо пролить на диван а мне этого совсем не хочется в общем так как вопросов под фоткой получилось очень много я вас также спросила на инстаграме спросила о том хотите ли вы видео чтобы получилось более длинным или более коротким потому что чем больше вопросов я затрону тем длиннее получится видео на данный момент 76 процентов проголосовал за длинное видео 24 процента за короткое большинство за длинная но постараюсь в общем что-то между не очень короткое и не очень длинное потому что Ну, надеюсь, вам очень понравится. Давайте уже начнём, потому что я... Мне прям, видите, хочется душу излить, хочется с вами поговорить. Что уж греха таить. В общем, вопрос-ответ и поехали. Первое, что я тут вижу, вот София пишет. Я просто, я уже ей, кстати, ответила. Я просто хочу пожелать, передать привет Сахалиной, сказать, как я обожаю таких искренних людей и пожелать огромного здоровья вашей семье и исполнения всех желаний. А слушать люблю про всё. Огромное спасибо, мне очень приятно. И я вот тут же самое тут и написала. Ну, давайте дальше. Следующий вопрос. Мария спрашивает. Думали ли вы о том, что когда-нибудь у вас будет ещё один ребёнок? Или вы всю свою любовь и усилия посвятите только Лёвчику? У супруга есть родные братья и сёстры? Так, да, мы думали, конечно же, что мы хотим ещё детей, помимо Лёвчика. Когда это наступит, этот момент? Сложно сказать, потому что, конечно, планировать такие вещи мы можем, но как всё пойдёт, тут, знаете, как это сказать, мы предполагаем, а Бог и располагает, да? Или какие-то всевышные силы. В общем, ну, конечно же, мы хотим ещё детей, и я, и муж, и мы говорили на эту тему, но не сейчас, потому что сейчас у нас только-только появился Лёвчик, и он ещё совсем маленький, мы только вообще сами сейчас очухываемся, потому что, ну, молодые родители, ничего ещё толком не знавшие, не умевшие, но, в принципе, на будущее, да, мы хотим ещё детей. У моего мужа есть родная сестра. Следующий вопрос Екатерина спрашивает. Умеешь ли водить машину? С Лёвчиком на каком языке разговариваешь? Интимная жизнь мужем затруднилась или нет с рождением Лёвы? А так, мира, добра, счастья в ваш дом. Большое спасибо. Вот видите, я сказала не стесняться. Вот правильно, что вы не стесняетесь, задаёте мне вопрос, который вас интересует. Машину я водить, ну, как сказать, не умею. У меня нет прав, скажем так, да, прав у меня нет. Я начала сдавать, ну, как я пошла в автошколу, стала заниматься частно с преподавателем. У меня были уроки вождения, два раза я начинала, и два раза я уже... Второй раз я уже практически вот дошла до экзамена, у меня уже были фигуры на машине. Я всё, в принципе, более-менее нормально выполняла, но так и не дошла, забросила. Вот, и сейчас, конечно же, я планирую всё-таки сдать на права уже третий раз, потому что я понимаю, что мне нужно будет Лёвчика водить, когда он подрастёт, там, в садик, какие-то кружки, в которые мы хотим, там, его отдать, да, на будущее, к врачу на приём и так далее. Конечно, без машины тяжело, и я боюсь, потому что я как-то, несмотря на то, что даже вот у меня были вождения, я не очень хорошо себя, не уверенно чувствовала себя на дороге, но я очень надеюсь, что в будущем у меня это всё получится, потому что я надеюсь, что я не из тех людей, которым вообще, знаете, не дано, как говорится, водить машину. Мне стыдно, что я к 29 годам до сих пор не имею прав, но собираюсь, когда будет более-менее посвободнее, собираюсь это как-то осилить. С Лёвчиком я разговариваю, вы знаете, это очень странно. Я разговариваю с ним, когда я одна, на русском, но у меня проглядывают, проскакивают какие-то английские слова тоже, потому что английский настолько уже укоренился в мою жизнь, что я просто не придавая тому, не отдавая тому отчёт, просто вот употребляю английские слова тоже. Вот, хотя я читала и смотрела, что лучше всего для билингвальной семьи это так, что вот матерь говорит на своём родном языке с ребёнком, не путая, не миксуя туда, да, слова другого языка, и отец говорит на своём языке. Ну, поэтому, когда я с мужем, то я с Лёвчиком общаюсь на английском, когда я, наверное, вот, ну, одна или с мамой, то я с Лёвчиком общаюсь на русском. Но сейчас, после того, как я это вот узнала и посмотрела видео тоже одной девочки, Ольга Рохас, может быть, знаете её, она живёт в Нью-Йорке, она тоже рассказывала про эту тему, стараюсь с Лёвчиком говорить больше только на русском и контролировать, чтобы не вставлять туда английские слова. Интимная жизнь с мужем затруднилась или нет? Нет. Если честно, поначалу не то... Ну, как это сказать-то? Понятное дело, ну, я надеюсь, что меня взрослые люди смотрят адекватно, да, будут относиться к таким, такого рода вопросам. Вообще, в принципе, после родов нельзя женщине заниматься, жить, так сказать, интимной жизнью до шести недель. То есть, шесть недель должно пройти после родов, и тогда нужно пойти на первый осмотр гинекологический, и тогда уже после того, как врач вам скажет, что всё у вас окей, всё хорошо, даст вам разрешение, так сказать, на ведение половой жизни, можно всё возобновить. Конечно же, я не знаю, как там люди это всё делают, кто-то, может быть, и раньше начинает, но, конечно, у меня просто был страх, так вам откровенно скажу. Первое время у меня был страх, потому что, ну, как-то после того, как ты родила ребёнка, это всё такое, знаете, ну, это как-то так. Немножко мне было боязно. Ещё потому, что у меня был разрыв, я уже неоднократно об этом говорила, который у меня болел, и который у меня тоже после родов стал воспаляться, я вот за это тоже очень сильно переживала, но... В итоге всё оказалось легче, чем я думала, но просто, я бы так сказала, сейчас очень трудно найти время и энергию, потому что мы все дико устали. Все дико устали, и сейчас просто, знаете, выбираешь уже иногда поспать бы. Но проблем особых не было, просто у меня вот был небольшой страх. Ты очень симпатично, хорошо выглядишь даже без макияжа. Чем пользуешься для ухода? Так, для ухода надо мне будет встать и показать. А я так удобно села. Ну, сейчас встану, покажу. Короче, пока не закрыла крышку, облилась. В общем, вот, это три мои продукта, которые, кстати, я тоже уже показывала на инстаграме, так что подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, потому что там я вам очень много чего рассказываю и показываю, и свою личную жизнь, и свою неличную жизнь. Вот три у меня таких продукта, я сейчас вообще не заморачиваюсь. Вот этот мусс, пенка, которую тоже показывала уже неоднократно, от чёрной жемчуга, она идеально очищает лицо, также хорошо смывает макияж. Макияж я вообще уже не помню, когда я последний раз наносила. Может быть, водостойкий макияж, она вам не смоет, но, в принципе, кожа после неё классная. Она идёт, как такая, драгоценные масла, деликатное ощущение. Когда вы помпу нажимаете, из неё реально выходит пенка. И одного нажатия мне хватает за то, чтобы помыть своё лицо. Дальше вот такой вот Лига, косметикс Лига, Nature Spa. Это наша местная латвийская фирма. Офигенный серум с витамином С и фируловой кислотой, который является очень мощным антиоксидантом. Это очень классная вещь, потому что я замечаю, что моя кожа просто в хорошем состоянии находится. И вот этот всем известный тоник от чистой линии, который я тоже уже показывала неоднократно. Блин, я с такими темпами, я чувствую, это видео вообще на час затянется. Привет! Есть один вопросик. Мешает ли вашим отношениям с мужем разность менталитетов, если есть какие-то трудности? Еда, бытовые привычки, воспитание ребёнка. Хороший вопрос, очень интересный. Вы знаете, нет, уже на данном этапе нет. Было поначалу, может быть, когда мы только познакомились, у нас были какие-то не то чтобы разногласия, просто какие-то такие непонятки, я бы так сказала. Какие-то вещи, которые для меня были очевидны, а для него, допустим, не очевидны. Или какие-то привычки, которые вот мы у нас в семье, мы как бы культивировали, они вообще не понимают, зачем мы там что-то такое делаем. То есть, ну, вот такие какие-то моменты. На данном этапе уже мы с ним знакомы. Пять лет с мужем, да, и год как женаты. У нас уже нет такого. Просто в быту, конечно, бывают какие-то проблемы, какие-то просто такие нюансы, которые не связаны абсолютно с менталитетом, с тем, что там он англичанин, а я русская. Это просто связано, ну, с бытом, часто связано с нервами, потому что, конечно, бывает, что нервы сдают, когда ребенок там плачет, и ты хочешь его успокоить. Одному кажется, что он голодный, другому кажется, что он холодный. Ну, и просто вот не выдерживаешь. Бывают какие-то такие, особенно у меня. Я, конечно, в этом плане гораздо хуже справляюсь, потому что я эмоциональный очень человек, и у меня бывают срывы, я могу плакать. И вот это видео, да, где я там рыдала на скамейке таких вот плачей, и у меня было уже не один раз. А так, нет, в принципе, никаких трудностей нет. Так, что в чем конкретно разочаровалась в Америке? Отдельное видео. Я писала пост о том, не пост, а, ну да, писала, ознакомилась, у меня появилось много очень новых подписчиков в Инстаграме, я там писала 10 фактов обо мне. И один из фактов был такой, что я жила в Америке какое-то время и разочаровалась в этой стране. И многих вот под этой фотографией заинтересовало, почему же я разочаровалась. И просили снять отдельное видео, чтобы я рассказала по пунктам. Напишите мне, пожалуйста, здесь, если это вам будет актуально, я, возможно, сниму такое видео, потому что там пунктов очень много, и здесь, если я начну это говорить, то вообще мы 2 часа не уложимся. Так, сколько в Латвии длится декретный отпуск? Как решается вопрос уходом декрета? Оплачивается ли декретный отпуск? Конечно, декретный отпуск оплачивается. С 28 недель идет декретный отпуск. Его можно взять, по-моему, на год, можно взять на полтора года, и все это, конечно же, оплачивается, естественно. Как ваш муж относится к тому, что вы не готовите и нужно заказывать еду из ресторанов? Очень хорошо относится. Он понимает, что на данный момент никакой готовки не стоит на первом месте, потому что сейчас нужно воспитывать ребенка, и поэтому он сам мне говорит, Ань, может быть, ты хочешь что-то заказать, может быть, тебе заказать оттуда, может быть, тебе заказать отсюда. Он прекрасно к этому относится, его абсолютно это не парит. Как муж произносит имя Левчика на английском? Прекрасно произносит, без акцента, у него все получается, и Левчик, и Лева, и по-разному. Вообще отлично, нет никаких проблем. Какой эффект от процедуры после пигментации? Будешь ли делать вторую процедуру твоих впечатлений? Ну, я думаю, что вы можете сами сказать, да, я сейчас никаких фильтров тут не использую, просто реальное освещение на лице, у меня нет никаких, ничего, просто нанесен этот серум, да, который я вам показывала с витамином С. Я думаю, что есть улучшения, однозначно. Я буду делать вторую процедуру. Я не знаю, когда выйдет это видео, но, наверное, оно выйдет раньше, чем я сделала вторую свою процедуру, вот, потому что я вижу, что действительно есть эффект. Мой муж сказал, что он тоже видит эффект, и это, конечно же, классно, это очень круто. Так, Аня, в каких странах ты была, бываешь, бываешь ли в России, как часто? Я была в России, да, я жила в Москве какое-то время, так как я училась там в ГИДИСе, на факультете музыкального театра. Была в России в Костроме, когда я была маленькая, мне было 6 лет, но я этого не помню, практически очень мало что помню. Кострома – это родной город моей мамы и моего дедушки. Путешествовала, ну вот, была в Америке, была очень много где, в Европе, в Англии, во Франции, в Голландии, там, в Эстонии, в Литве, в Испании, в Германии, много где. Ну, понятно, что вот за последний год, так как я была беременна, у меня был токсикоз, и я не путешествовала. Так. Расскажи о своем отце, кто он был. Очень часто видим мужа, твою мамулю, отчима. Кто был твой папа? Если это из ряда лично, я прошу прощения. Просто ты просила задать вопрос, который, я думаю, не только меня интересует, но и большинство зрителей. Да, я выросла без отца, моя мама меня воспитывала без отца, но мой отец жив-здоров, просто моя мама с ним не живет. И вот так вот. Отношения я с ним не поддерживаю. Так. Где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок учился? Мы планируем, чтобы он учился у нас в Англии. Как получится, мы, конечно, точно не знаем, но хотим, чтобы образование он получал в Англии. Сколько встречались с будущим мужем до свадьбы? Ну, мы с ним вот до свадьбы были знакомы 4 года. Когда вы планируете показать нас сыночка? Планируете вообще? На данный момент я не знаю. Я показываю там какие-то моменты, то есть где-то, особенно на Инстаграм, что-то проглядывает, личка там проглядывает, ножка, ручка и так далее. Но когда вот я именно там покажу вам, пожалуйста, ознакомьтесь, это Лева, мой сын, я не знаю. Я не могу сказать, что этого никогда не наступит, потому что я вообще теперь не зарекаюсь ни о чем. Как муж реагировал на твои изменения в теле во время беременности? Так как мужики обычно обрезкливый народ. Говорят, как пупок выпячивается наружу, соски темнеют, увеличиваются, появляется дородная темная дорожка, темная пупка. Вы не стеснялись ли ты перед мужем переодеваться? Нет, абсолютно не стеснялась. Мой муж вообще в этом плане просто идеальный, потому что он меня всегда поддерживает, он меня всегда подбадривает. И я вот в прошлом влоге тоже говорила, что я даже ему говорю, вот я там сама с собой недовольна, я сама к себе очень критично отношусь. Я говорю, вот я недовольна, как я выгляжу, я недовольна своим животом, потому что до сих пор он у меня не пришел, до сих пор не пришел в форму. Он, наоборот, видел даже вот в беременности, что я там набрала много килограмм, он видел в этом красоту, потому что он понимал, что я не просто там толстею, потому что я ем в три горла, без остановки, жареную картошку, жру с утра и до вечера, а потому что я вынашиваю ребенка, что я вынашиваю нашего сыночка, поэтому он, наоборот, мне всегда говорил, что я очень красивая. И я ему очень за это благодарна, потому что я сама, я говорю, к себе настолько критично отношусь, что могу иногда по этому поводу, по поводу внешности, как-то заморачиваться. Вот. Но если есть поддержка мужа, как в моем случае, то, конечно, это все гораздо проще. Думаю, многим интересно узнать ответ на этот вопрос. В своем видео про измены мужчин вы говорили, что, в принципе, женщины сами виноваты в изменах. О том, что после родов запускают себя, уделяют мало внимания мужу, и что это может послужить изменность со стороны мужчины. Но сейчас плача на скамейке в каком-то дворе, говоря, как вы устали, как вам сложно, с крутым, в кавычках, причесоном, как вы сами говорили в сторе, с пятнами на одежде, от еды, и не только. Вот именно в таком состоянии, узнав, что ваш муж вам изменил, простили бы измену, считая себя виноватой в этом? Или все-таки поменяли свое мнение, испытав это все на словах, не на словах, а в деле? Нет, ну, конечно, на данный момент, если бы мне мой муж изменил, я бы его не простила, потому что я считаю, что прошло еще слишком мало времени после родов. Во-вторых, я не могу сказать, что я себя прям совсем запустила. Ну, вот я, честно, не считаю так. Я, конечно же, перестала практически краситься, но мой муж меня и так прекрасно видел без макияжа. Но я все равно продолжаю хорошо пахнуть, я хожу в душ, я стараюсь следить за своими волосами, там, да. Я считаю, что я для молодой мамочки не так-то уж и плохо выгляжу. И на данный момент, если бы мой муж изменил, то даже такого бы я представить не могла. Сейчас бы не простила бы ни за что. Да вообще. Нет. Расскажи про девайсы для сыночка, который вы приобрели или в будущем планируете купить. Ждем влог. Я, наверное, сделаю отдельное видео про девайсы, потому что там их очень много и надо это все показывать, потому что просто на словах это очень сложно было бы объяснить. Сразу ли появилась любовь к Левчику, как только родила, или это чувство у тебя приходит по нарастающей с каждым днем? Да, вот скорее второй вариант. Сразу у меня, конечно, появилось чувство, что я стала матерью, но вот именно эта любовь, когда ты видишь, как ребенок меняется, когда ты видишь, просто знаешь каждую клеточку его тела, и когда он начинает тебе первый раз там улыбаться, на какие-то твои слова начинает реагировать, и следить за тобой, конечно, это настолько приятно, и вот мне кажется, вот у меня с каждым днем становится все сильнее и сильнее любовь. Как мне показалось, вы довольно обеспеченно живете, но ты предпочитаешь бренда типа H&M, Zara. Почему не покупаешь более дорогие марки? Против Zara и H&M ничего не имею. Потому что, во-первых, я... Ну что здесь обеспечено? Мы нормально живем. Я не могу сказать, что мы какие-то зажиточные люди. Могу ли я позволить себе более дорогие бренды? Да, могу. Но я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Потому что я такой человек, который, во-первых, я постоянно люблю, как сказать, обновлять свои гардеробы. Понятное дело, что если я буду покупать себе вещи, которые стоят не там 30 евро, а 300 евро, то ну сколько я таких вещей смогу себе позволить купить? Во-вторых, я считаю, что в H&M и в Zara очень хорошее качество, особенно вот в H&M. Ну и в Zara тоже. Ну и вообще в масс-маркете. Надо просто покопаться, порыться. На данный момент после родов я считаю, что вообще мой стиль поменялся. Я об этом часто очень говорю везде. И в Instagram, и во влоге. Я ношу вот такой вот спортивный стиль и дома, и на улицу, потому что это просто. Но опять-таки, я не считаю, что это уродско. То есть это не значит, что если я ношу спортивный стиль, то я выгляжу как бомжара. Нет. Потому что я всегда любила спортивный стиль. Мне всегда он нравился. и я считаю, что в этом можно выглядеть очень стильно, очень красиво и очень классно. Вот. И в этих магазинах я обожаю отовариваться, потому что там всегда все очень красивое, модное. И я всегда могу себе там что-то найти. Ни в одном видео не слышала, получили ли вы серебряную кнопку на YouTube за 100 тысяч подписчиков. Я пока что еще ее не получила, но в ближайшее время я надеюсь, что я ее получу. Мне, конечно, будет очень приятно ее получить. Почему-то всегда с водой. Потому что я придерживаюсь такого мнения, что вода необходима нам для того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы хорошо правильно функционировать. Я выпиваю в день чистой воды полтора литра, не менее. Так, у меня села камера, но я не знаю, где конкретно она села. Надеюсь, что я там не оборвала себя. Здравствуйте, Аня. Я помню, в одном из своих старых видео на тему свадебы вы пообещали исполнить свой свадебный образ, макияж, прическу, когда ждать это видео. Я сказала, да, я помню, я делала такое видео. Если он там набрал бы определенное количество лайков, тогда бы я записала. Но он не набрал и близко такого количества, поэтому я расстроилась и не записала это видео. Что сложнее всего с ребенком? Сложнее всего, когда вот он плачет и толком не знаешь, от чего он плачет. Сейчас мы уже стали гораздо лучше в этом разбираться. Поначалу было тяжело, потому что ты не понимаешь, что ему нужно. И ты и то, и то, и пятое, и десятое сделала, и все равно он плачет. И вот это вот такое, знаете, когда он вроде, может быть, уже и перевозбудился, и ты не можешь его успокоить. И он сам уже, бедно, не может успокоиться. Он уже устал, и ты переживаешь. И, в общем, вот это было сложно до сих пор. Конечно, плачу ребенка мне очень сложно, потому что у меня внутри как будто реально... Вот моя бабушка сказала, очень классное сравнение, как будто мясорубкой все прям перекручивает, и я не могу. Короче, давайте уже закругляться, потому что, я думаю, вы уже устали. Наверное, и я уже устала. Аня, помню твое видео еще с каверами на песне. И до модификации с губами, с волосами. Поешь ли ты еще и планируешь ли снимать подобные видео? Голос у тебя волшебный, но и волосы не думала снова начать отращивать. Спасибо большое. Это будет, наверное, давайте последний вопрос, потому что я уже реально устала. Я надеюсь, что вы меня простите, что я все так сумбурно говорила, потому что мне кажется, что вообще какой-то полный сумбур. Так, петь, да, собираюсь. Очень хочу записать песню, потому что у меня появилась какая-то креативная жилка, которая вообще всегда у меня была, но появилась креативная жилка во мне еще больше с рождением Левчика. И, казалось бы, времени ни на что не хватает, и очень много тебе хочется успеть, ну, по крайней мере, мне. Вот, волосы пока что не планирую отращивать, потому что мне нравится вот такой вот коротенький стрижон. Мне кажется, выглядит очень стильно. Мне это всегда нравилось, и на данный момент удобно с ними. Не нужно длинный волос шить, они там не путаются, в колтуны не скатываются. Все очень так приличненько, красивенько, стильненько, жиренько. Ну, не знаю, мне лично, короче говоря, нравится. В общем, давайте с вами закругляться. Я надеюсь, что я вас не утомила. Я надеюсь, что вам со мной было интересно. Если это так, то подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте мне пальчик вверх. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, потому что на инстаграме вы будете знать гораздо-гораздо больше обо мне. Каких-то таких маленьких нюансов, которые, может быть, я не успеваю вам здесь донести на ютюбе. Потому что телефон всегда под рукой, камера не всегда под рукой. Потому что инстаграм монтировать не надо, видео монтировать, загружать все-таки надо. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вы меня поддержите. Надеюсь, вы меня порадуете в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Вам я хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения. И, как обычно, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!